Мата Хари. Эпическая драма, основанная на реальных событиях. Ее премьера состоялась в октябре 2016 года в Каннском дворце фестивалей. Канны. Французский лазурный берег. Регион, известный не только роскошной жизнью и природой, но и главными кинособытиями. Здесь презентуют сериал. Международный проект Мата Хари. Англоязычная драма, созданная при активном участии телеканала Интер. Премьера сериала стала главным событием МИПКОМа, самого популярного в мире глобального телевизионного рынка. Конечно, не обошлось и без традиционной красной дорожки. Жизнь Мата Хари была связана с разными странами, поэтому авторы киносериала решили, что сыграть в нем должна интернациональная команда. В сериале увидим таких известных актеров, как Джон Корбетт, Рудгер Хауэр, Светлана Ходченкова, Максим Матвеев и Кристофер Ламберт, хорошо известны по главной роли в фантастическом боевике «Горец». Она может быть очень яркой, она может быть интриганкой, она может быть загадочной, очень громкой личностью. Она безумно красива. Все хотят ее внимания. Мата Хари. Она была по-настоящему невероятной. Поэтому мне было интересно сыграть свою роль в этой мистической истории о Мата Хари. Главную героиню сыграла французская актриса Ваина Джоканте. На выбор создателей проекта повлиял тот факт, что в прошлом сама Ваина – профессиональная танцовщица. Говорит, что эта работа навсегда изменила ее саму. Мне было очень и очень сложно играть эту роль. Это самый сложный опыт в моей жизни. Однако я научилась очень многому. Я действительно сильно выросла, играя эту роль. В моей героине столько разнообразных сторон она стала настоящим испытанием для меня. И вы знаете, она меня поменяла. Я стала феминисткой. Не была такой раньше. Да, эта роль сильно меня изменила. Одного из ключевых персонажей сыграл актер Алексей Гуськов. Это исторический персонаж, Жорж Ладу, который, собственно, и поставил себе целью, поняв, что вот эти огромные потери на фронтах осуществляет одна красивая женщина. И вот он поставил себе целью доказать, что это действительно так. Там есть очень красивая такая сцена, где по-французски он говорит, вот папка тех, она синяя, кого она завербовала и с кем она связана, вот красная папка, это то, сколько людей погибло по вине этой женщины, а вот, говорит, черная папка, вот доказательство. Открывает папку, а там пусто, там ничего нет. Он говорит, и наша задача собрать эти доказательства. Мата Хари – одна из самых известных и загадочных женщин прошлого века. О ней написано много книг и снято немало фильмов. И авторы, как правило, рассказывают о героине, как о куртизанке и шпионке. Но зрители телеканала «Интер» увидят ранее нераскрытую сторону жизни Мата Хари. В 12 сериях героиня раскрывается, как молодая женщина, которая много страдала, отчаянно сражалась за свою независимость и любовь, за право воспитывать дочь, которая не опускала руки в минуты отчаяния и сумела покорить мир. Мата Хари – историческая личность. Это реальный персонаж, которая прожила достаточно странную, необычную, яркую жизнь. Но, в общем, не каждая женщина о таком мечтает, откровенно говоря. Это очень весомый персонаж истории нашей 20 века. Такой продукт позволяет нам лучше понимать друг друга, потому что мир не состоит только из сегодняшних отношений, из сегодняшних политических ситуаций. Все намного серьезнее и глубже. Наверное, в этом глубинная его сущность. Но и просто он очень яркий, очень красивый, поэтому, конечно, мы горды, что к этому имели отношение. Это такой наш сериал. Да, съемки проходили в Португалии. В первый съемочный день мы заходим в особняк. Владельцы особняка нам сообщили, что вы можете делать, что хотите там, потому что все равно через три месяца там будет реновейшн полный, это будет отель. И мы заходим, вдруг наши художники говорят, это фальш-стена. Мы снимаем фальш-стену и видим комнату-тайник, где огромное количество фотографий, каких-то записей, переписок, книг, начиная с середины 19 века и по 1930 год. И, соответственно, период жизни Матахари весь там. И для художников это, конечно, была находка совершенно неожиданная и очень полезная, потому что мы потом делали по этим всем картинкам и рисункам. Я очень благодарен телеканалу Интер за то, что поддержали наш проект Матахари. Это наш с самого начала. Зашли, по сути, как все продюсеры. И верю, что на этом пути мы будем и дальше идти вместе. Сегодня в 21.00 состоится мировая телевизионная премьера биографической драмы Матахари. Не пропустите! Война Джеканте специально для Интера.